Иосиф Рейхельгауз Трактористы научили двигать нужными рычагами И он уже старшеклассником Выходил на тракторе пахать и сеять Довольно рано освоил и мотоцикл Бесконечно его разбирал, собирал, менял масло Шпаклевал и перекрашивал Началась война Папа восемнадцать лет ушел на фронт И, естественно, служба рядового Рейхельгауза Оказалась связанной с танком и мотоциклом Механик-водитель Иногда управлял мотоциклом с коляской Где находился пулеметчик Легко пересаживался на полуторку или ЗИС На фронте папа был настоящим героем О чем свидетельствует огромное количество наград Орденов и медалей Среди которых боевого красного знамени Два ордена славы Представление на третий Третий не получил Быстро шло наступление Что-то где-то затерялось Я рассказал о папе Константин Михайловичу Симонову Он проверил в архивах И подтвердил, что это чистая правда И тогда он подарил моему папе Одну из своих знаменитых трубок Кесет табака О маме сборник стихотворений Жди меня Еще у папы было много наград За конкретные подвиги Они меня особенно интересовали Друзья помогли получить Из Центрального военного архива Копию представлений командиров Красным наградам В которых подробно описывается Как именно папа воевал Что сделал А не у меня дом в рамочках на стене Еще храню вырезку Из газеты «Красная звезда» Где написано Только за дни наступления на Берлин На свой личный счет Старший сержант Леонид Рейхельгаус Записал 71 уничтоженного гитлеровца Эти истории для меня очень важны Хотя вытащить их из папы было непросто Одну из высших наград Он получил за следующее На территории Польши Никак не могли взять какую-то деревню И двинуться дальше И папа, который не зря с Одессы Да и кличка его фронтовая Ленька-бандит Придумал и предложил командованию Хитрую операцию Они взяли пять мотоциклов с колясками В которые вместо пулеметчиков Поставили пустые бочки Из-под горючего Многократно продырявленные Автоматными очередями Сняли где-то фары И повесили на эти бочки Когда стемнело И притомившиеся немцы Отправились отдыхать Эти пять мотоциклов Папа рулил первым Рванули по главной улице Бочки издавали немыслимый свист Фары безумно сверкали Короче, это были не мотоциклы А какие-то всадники апокалипсиса Немцы в панике Воскакивали без оружия А за этой безумной кавалькадой Уже следовали пулеметчики Поливавшие нацистов очередями И деревню взяли Папа рос в еврейском колхозе Где в школе преподавали идиш Практически идентичный немецкому Поэтому, когда брали пленного языка Командование вызывало Леню переводить Он был белокурым, светлоглазым Смахивал на немца Во время допросов Пленные нередко принимали его за своего И обвиняли в предательстве Николай Васильевич Довиченко Фронтовой друг Рассказал, как однажды Они попали в жуткое окружение на Украине Долго пытались прорваться Когда прорвались Оказалось, что полушубки Настолько завшивили Что их нужно сжечь Перед сожжением Ребята повесили полушубки на деревья И расстреляли их Им было в этот момент Не больше 19-20 лет По сегодняшним меркам подростки После войны Папа сел за руль огромной фуры Когда я уже был студентом и учился в Москве Папа из Одессы на этой фуре возил в столицу арбузы Он подъезжал к общежитию Гитиса на Трифоновской улице Мы все, Боря Морозов, Толя Васильев, Ревкат Истрофилов, Андрюша, Андреев Сегодняшние народные артисты и профессора Становились цепочкой И перегружали довольно немаленькое количество арбузов Из грузовика в общагу Наша комната была завалена арбузами Весь пятый режиссерский этаж пировал Приезжая в Москву Папа, естественно, привозил не только арбузное сало Чесночок и вообще все одесское И самогон Оставался в общежитии ночевать Больше всех выпивать с папой любил Толя Васильев Которому удавалось раскрутить Леньку-бандита На всякие страшные рассказы Толю интересовали самые сокровенные и затаенные воспоминания Именно ему папа открыл историю, которая меня потрясла В Белоруссии вошли на танках в какую-то деревню И увидели, что чуть ли не на каждом дереве висели люди Женщины, дети, старики Танки пошли дальше и догнали колонну военнопленных немцев Папа разогнался И проехал прямо по людям По уставу за такое отдавали под трибунал Прикрыл его командующий полком генерал Вайнберг Сказал только Я тебя понимаю Но больше так не делай, сынок Я все допытывался Когда остановились, что было На гусеницах висели окровавленные части человеческих тел Как вы смотрели на это? А как они смотрели на повешенных детей? Так сложилось, что папа смог Вайнберг отблагодарить В одном из боев генерала тяжело ранило Тогда он отдал страшный приказ Пристрелить его Бойцы сначала опешили Но он настаивал Пристрелить, и они должны попасть в плен к немцам А вам надо прорываться дальше И когда солдаты уже были готовы стрелять Их остановил папа И потащил Вайнберга на себе Крепкий был парень Уже позже Вайнберг получил звезду Героя Советского Союза После войны регулярно к нам приезжал Они с папой выпивали Вспоминали, как спасли жизнь друг другу Папе доводилось на фронте возить и начальство На хороших легковых автомобилях Каких-то Виллиса, к примеру Когда смотрели кино про войну Он комментировал Всуждал достоинства и недостатки Снимавшихся там машин И часто критиковал режиссеров за неточности Вот такого в те времена еще не было Когда наши войска вошли в Берлин Командование устроило мотогон Папа выступал в самой сложной категории БМВ 750 кубиков И пришел первым Перед трибуной, на которой стоял маршал Жуков Папа отпустил руль Встал на педали И отдал честь главнокомандующему В награду он получил Трофейный мотоцикл На который прикрепили табличку Старшему сержанту Леониду Рейхергаузу За победу в соревнованиях А еще ему разрешили На 10 дней уехать в отпуск Две с половиной тысячи километров От Берлина до Одессы Он преодолел на этом мотоцикле Приехав в свой еврейский колхоз Имени Андрея Иванова Увидел разруху, голод, нищету Смотался в город Продал этот мотоцикл И купил деду корову И арбузену И еще успел сходить в сельский клуб На танцы И сделать 18-летней маме Скромно стоявшую в стеночке Вшитой из дранного мешка юбки Предложение Получив согласие Отправился обратно в Берлин На перекладных Мотоцикл, как помните, был продан И не был бы он, Ленька, бандитом Если бы не исхитрился Украсть Точно такой же мотоцикл Который принадлежал коменданту Берлина С американской стороны Они с дружками-однополчанами Поменяли номер Прикрутили именную табличку Предусмотрительно снятую С проданной машины Папе предлагали остаться в Берлине И руководить мотошколой Выделили квартиру Он даже успел купить гражданский костюм Был убежден, что они с мамой будут там жить Но она категорически отказалась Сказала, что не поедет к немцам Убившим ее родителей Поэтому папа, демобилизовавшись Вернулся в свой колхоз Потом они с мамой переехали в Одессу Где получили крохотную проходную комнату В коммуналке Ту самую, где родился я Чтобы содержать семью Папа завербовался дальнобойщикам На север Магадан, Колыма, Дикси Там ему попадались беглые уголовники Ездил по этим жутким трассам По совершеннейшему бездорожью По замерзшим рекам с оружием Заработал денег Вернулся Купил старую М-ку Кабриолет Наша комната была завалена запчастями Папа бесконечно эту М-ку разбирал Чинил На ней мы торжественно выезжали на пляж Или ехали к дедушке в деревню И это было невиданное путешествие Дальше папа много лет работал шофером Он водил огромные грузовики Полные рыбы Какое-то время возил на легковушке Директора Одесской швейной фабрики А выйдя на пенсию Неожиданно снова занялся машинами Ну другими Электронно-вычислительными Стал наладчиком ЭВМ Без образования, без каких-то специальных знаний Невероятно разбирался в технике Когда я был ребенком Для меня самым потрясающим зрелищем Гораздо более увлекательным, чем театр или кино Были мотогонки по вертикальной стене На приводе Три мотоциклиста Выходили на маленькую арену Заводили свои мотоциклы Начинали кружить Все больше и больше разгоняясь С бешеным ревом летели по стене Приводя меня и всех остальных зрителей В безумный восторг На афише значилось Братья косые Помню даже их имена Рудольф, Арнольд и Михаил Я экономил деньги Откладывал на билет Дома все время о них взахлеб рассказывал Выслушав очередной мой восторженный монолог Папа сказал Ладно, зайдем к ним Мы пришли за кулисы Это был грязный крошечный вагончик Потом Рудольф Косой отвел нас в павильон Папа сел на мотоцикл И сделал несколько кругов По той самой вертикальной стене И вот тогда я окончательно понял Что круче моего папы нет никого Когда театр впервые собрался На гастроли в Германию Было это лет 15 назад Папа попросил Найди мою подпись на Рейхстаге Я несколько раз обошел Рейхстаг Ничего не нашел Спустя еще несколько лет Когда папа уже не стало Мы с сестрой вновь оказались в Берлине И познакомились с директором института Изучающего русские граффити Так немцы называют автографы Советских солдат Ей рассказал о своем отце Нас завели внутрь В помещение, где заседает Бундестаг Оказалось, что внутренние стены Также заполнены надписями И вот там мы увидели подпись папы Но папа об этом уже не узнал Чем дольше живу без папы Тем чаще он мне снится Советует, как водить машину Как куда-то лучше добраться Как что-то правильно отремонтировать Словом, какие-то совершенно мужские дела Когда Анатолий Борисович Чубайс Придумал эти поездки по бездорожью Решающим для меня стало то, что они связаны с мотоциклами Квадроциклами, гидроциклами, с транспортом Папа был бы счастлив Есть, правда, принципиальная разница Между нашими экстремальными путешествиями Которые тщательно подготовлены Снабжены всеми видами страховки От механиков и врача до вертолетов Готовых в момент прийти на помощь в экстренной ситуации И папинами, где не было ни страховки Ни помощников, ни спутниковой связи Его риски были настоящими Да и мотивация совершенно иная Выжить самому и спасти других Поэтому свои путешествия и рассказы о них Я посвящаю своему отцу, папе Леониду Мироновичу Рейхельгаузу Леньке-бандиту Трактористу, танкисту, мотоциклисту Дальнобойщику, автомеханику Армейскому чемпиону Водителю О простых вопросах Предисловие Анатолия Чубайса Зачем вы это делаете? Именно этот вопрос часто задают друзья Услышав о наших походах Я много раз на него отвечал Но до сих пор так и не уверен Что нашел правильный ответ Да, конечно, в походах совершенно уникальная атмосфера По-настоящему товарищеская Да, у нас, видимо, сохранилось какое-то подростковое стремление Испытать, преодолеть, достичь Мы сделали это Да, это полное переключение в другую жизнь Совсем ничего общего Не имеющее с нашей обычной Да, нам интересно увидеть, узнать, почувствовать, понять Но есть еще одно Это очень просто Настолько просто, что напрочь забыто большинством жителей современного города Независимо от возраста, пола и уровня дохода Это ответ на простые вопросы Что такое холодно? Что такое тепло или невыносимо жарко? Вот именно невыносимо А что такое умираю, как пить хочу? И чего стоит при этом глоток воды, которым поделился с тобой товарищ? Что такое дух захватывает от красоты природы? Что такое промерз до костей? Что такое вымок до нитки? Что такое смертельная усталость? Список таких вопросов можно продолжить Ответа на них не требует никакого героизма Но мне кажется, что их иногда надо просто очищать И восстанавливать в своей душе и в своей голове Чтобы не потерять ориентиры в нашем сложном мире Мы едем, едем, едем Из пункта А в пункт Б Помните в школьном учебнике? С какой скоростью, на какое расстояние, за какое время? И так всю жизнь Скорость, время, расстояние Правда, потом вопросов становится больше Куда, с кем, зачем, во имя чего? В тех же школьных учебниках были такие схемы-рисунки В большой открытый рот человека въезжали грузовики с продуктами И цистерны с водой и молоком Наглядная иллюстрация, сколько человек за всю жизнь съест хлеба и выпьет воды Представьте себе такую же школьную схему Разъясняющую, сколько человек в мире сейчас едет в автомобилях и поездах На велосипедах, самолетах, пароходах, метро, трамваях, на лошадях, верблюдах, ослах А кто-то еще едет в детской коляске А кто-то в гробу, на кладбище И почему-то это называется последний путь Самое первое мое путешествие с мамой в роддом Недавно я поинтересовался, как это было Оказалось просто Мама мыла пол в нашей коммунальной квартире на улице Чижикова в Одессе Да мыла и пошла меня рожать Шла больше часа пешком, я-то при этом ехал Пришла и родила Из роддома я уже ехал на трамвае с мамой и папой Кажется, что это я уже помню Меня завернули в ватное одеялко, потому что другого не было Июнь, жарко, душно Метро в Нью-Йорке Вагон битком набитый липкими от жары неграми и китайцами Следующая остановка Бруклин-Бридж Счастье Еще совсем недавно и думать не приходилось, что можно свободно ехать И ехать в Нью-Йоркском метро И опять в детство Я лежу в телеге между корзинами с яблоками на сене Раннее утро, черноморская степь, поют птицы Кричат суслики Мы с дедом везем яблоки на базар в раздельную По тем счастливым временам Пыльная избитая дорога от дедушкиной деревни до райцентра Казалась намного длиннее, чем нынешние тысячкилометровые перелеты На Боинге из Москвы в Сан-Франциско С артистами нашего театра мы трое суток едем из Сан-Франциско в Бостон Через Лаз-Вегас, Денвер, Чикаго, Филадельфию, через всю Америку Едем в стеклянном вагоне, где кресла вращаются параллельно и перпендикулярно движению И где за окном круглосуточно захватывающий своим разнообразием и реальностью Цветной, широкоформатный документальный фильм-путешествие И я вижу проплывающую перед глазами летнюю знойную Америку И мысленно уношусь в далекую зиму Пятьдесят какого-то года, теперь уже совсем прошлого века Из деревни на воскресенье приехал папин брат, дядя Гриша Он младше папы на три года, но тоже герой войны, разведчик Много раз простреленный и награжденный А родителей почему-то нет, я дома один И дядя Гриша, чтобы занять время, начинает что-то мастерить Из подобранного на соседней свалке деревянного ящика В которых привозили в магазин овощные консервы Он обстругивает дощечки кухонным ножом Потом как-то скрепляет их между собой Обивает жестяными лентами, снятыми с того же ящика И вдруг эти деревяшки и железки превращаются в самые настоящие санки Которые я видел одного мальчика из нашего двора И так мечтал на них покататься Дядя Гриша одевает меня во все зимнее Так что я становлюсь похожим на шар, обмотанный маминым платком Привязывает к санкам длинную белевую веревку И мы отправляемся в бесконечный счастливый путь По занесенным редким для Одессы снегом Брусчатым мостовым и трамвайным линиям Маршрут наш почти кругосветный Мимо привоза, вокзала, Куликового поля Дальше первой и второй станции Фонданской дороги И, наконец, на Пионерскую улицу Где живет моя тетя с мужем и дочками Моими двоюродными сестрами Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok